Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! И рассмотрим с вами задачу из учебника алгебры 7 класса 2 Мерзляк-Полонский и Кир под номером 151. На доске записаны числа от 1 до 10. Натуральные. За один шаг разрешается, выбрав два числа, каждому из них прибавить 5 или из каждого вычесть 1. Можно ли с помощью этих операций добиться того, чтобы все числа, записанные на доске, оказались равными? Итак, прибавляя к каждому числу, выбранному двойке, по 5 или же, наоборот, вычитая 1, первоначальная сумма этих чисел будет меняться. Поэтому логично найти первоначальную сумму тех чисел, которые у нас записаны на доске. Найдем ее. Обратите внимание, что это ряд от 1 до 10. Можно разложить на 5 сумм. Первая с последним, предпоследняя со вторым, третья с предпредпоследним. И каждый раз мы будем получать 11. И таких сумм у нас будет 5. Поэтому 5 умножаем на 11, мы получим 55. И 55 – это число нечетное. Запишем это. Мы нашли первоначальную сумму. Чисел от 1 до 10 – это 55. Нечетное число. Что происходит дальше? За один шаг разрешается выбрать два числа, к каждому из них прибавить 5 или из каждого вычесть 1. То есть, если мы прибавляем к двум числам 5, то мы прибавляем всего к общей сумме 10. Если мы из каждого числа вычитаем 1, то у нас таких чисел 2. И получается, что мы вычитаем 2. 2 – тоже четное число. Запишем, что происходит, когда мы проделаем каждую из этих операций. После каждой операции сумма записанных на доске чисел увеличивается на 10 или уменьшается на 2. Что мы знаем про сумму четного и нечетного числа? Сумма четного и нечетного числа – число нечетное. То есть, сколько бы мы таких операций не проделали, мы в результате получим с вами нечетное число. Сумма четного и нечетного чисел – число нечетное запишем. Поэтому, увеличивая или уменьшая первоначальную нечетную сумму чисел на четное число, вновь полученная сумма чисел будет нечетной. Вывод. Сколько бы мы не проделали операций, всегда наша конечная сумма чисел, записанных на доске, будет числом нечетным. Итак, мы с вами, как ученые, рассмотрели те числа, которые на доске, проанализировали. Ну, а теперь предположим, что можно добиться того результата, о котором говорится в задаче. То есть, на каком-то этапе, после этого количества операций, мы добились того, что все числа на доске оказались равными. Если они все равны, их всего 10, то какой будет сумма этих чисел, записанных на доске? Пусть каждое число равно n, всего их 10, значит, это будет 10n. Но это число, эта сумма 10n четная. Поэтому мы пришли к противоречию. Мы предположили, что в некоторый момент все 10 записанных на доске чисел оказались равными, допустим, n, тогда их сумма будет равна 10n, а это число четное. А мы с вами выяснили, что сколько бы мы операций не проделали, сумма чисел, записанных на доске, будет нечетной. Поэтому какой вывод мы делаем? Добиться этого нельзя. Пишем нельзя ответ. Все, мы решили с вами эту задачу. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!